Уважаемые девятиклассники, добрый день! Мы начинаем с вами сегодня цикл уроков по русскому языку. Это те темы, которые вы изучаете в апреле. И мы выбрали те темы, которые, наверное, самыми сложными считаются, самыми непростыми. И постараемся сегодня понять, как правильно писать те или иные слова. Выбор на шпал, на причастие. Что выбрать при написании А, Я, Е или И? Это всегда вызывает множество вопросов. Постараемся разобраться в этом и уложить в голове те самые правила. Самое важное, самое главное правило. Суффиксы нам подсказывают, что нужно применять именно это правило. Поэтому суффиксы мы можем назвать опознавательными признаками орфограммы. Итак, если у нас есть суффиксы А, Ян, Ен, значит нужно выбирать либо А, либо Я, либо Е. Если у нас есть суффиксы ВШ у причастия, значит нужно понять, какая гласная может быть там. А там может быть и А, и Я, и Е, и И. Давайте разберемся. Самое главное, о чем хотела бы вас предупредить, постарайтесь не путать причастие и прилагательное. Подсказка в этом случае простая. Прилагательное всегда образуется от существительного, как, например, песчаный от слова песок, земляное от слова земля, мужественный от слова мужества. А причастие всегда образуется от глагола. Вспаханный от глагола вспахать, засеянный от слова засеять, изученный от глагола изучить, раненый от слова ранить. Итак, как же нам уложить три разных правила? Гласная перед Н, гласная перед ВШ и правописание суффиксов А, Я, Щ, У, Щ. Посмотрите на этот шкаф. В нем три полки. Это значит, у этих трех правил есть три разных условия написания. И поэтому в нашей голове эти три правила должны действительно лежать на трех разных полочках. Давайте попробуем теперь заполнить каждую из этих полочек. Если вы без труда сейчас понимаете, почему в слове заклеенный пишется суффикс иен в слове клеивший перед ВШ и, а в слове клеящий суффикс Ящ, значит, вы действительно знаете блестящее это правило. Если нет, вам придется внимательно выслушать весь наш урок до конца. Итак, посмотрите, пожалуйста, на слова, которые я вам предлагаю. Это языковой материал. От глагола сказать образовано причастие сказанный. От глагола развеять развеянный. От глагола услышать услышанный. От глагола запаять запаянный. Вы уже сейчас можете назвать некоторую закономерность в том, какой суффикс вы выбираете для написания причастий? Если нет, давайте дойдем до конца. Возвысить. Возвышенный. Увидеть. Увиденный. Сложить. Сложенный. Может быть, вы сейчас догадались, в каких случаях пишется ан-ян, а в каких случаях пишется ен-суффикс? Если нет, обратимся к правилу. Вот оно правило. А, я, е перед н пишется в следующих случаях. Если мы возвращаем причастие в глагол, а глагол ставим неопределенную форму, то тогда мы видим, на что заканчивается этот глагол. Если он заканчивается на ать-ядь, тогда и выбор очень прост. Выбираем суффиксы ан-ян. Если это другая гласная, это может быть ить, это может быть еть, тогда мы выбираем, конечно же, суффикс ен. Это оказывается простое и понятное правило. Давайте попробуем посмотреть, как работает это правило и потренироваться. Итак, первое словосочетание. Навеянные воспоминания. Как работает это правило? Если поставить причастие, возвратить в глагол, навеять, то мы увидим, что он заканчивается на ять. Значит, безусловно, в этом случае мы выбираем суффикс ян. Заброшенный сад. Возвратите в глагол забросить. Значит, в этом случае мы выбираем суффикс ен. Размешанные краски. Да, конечно же, здесь можно ошибиться и сказать, наверное, есть слово размесить. Нет, не совсем верно. Слово размешанное образовано от глагола размешать. Значит, мы в этом случае выбираем суффикс ан-ян. Высушенные грибы. Я думаю, это не будет вам сложно назвать. Что здесь, конечно же, суффикс ен, потому что образовано причастие от глагола высушить. Потерянная брошь тоже достаточно просто. От глагола потерять мы образуем причастие с суффиксом ян. А вот слово увиденное требует особого к себе отношения, потому что глагол увидеть относится к глаголам исключения. Но никак в данном случае не влияет написание суффикса на то, что это глагол исключения. Мы еще поговорим об этом чуть-чуть позже. Итак, в слове увиденное, естественно, пишется суффикс ен, потому что образовано от глагола увидеть. А в слове склеенное мы возвращаемся к тому слову, которое у нас уже было. Пишется тоже суффикс ен. А теперь хочу вас предупредить, что это коварное правило, потому что иногда мы не точно можем определить, от какого глагола образовано причастие. Поэтому прошу запомнить эти пары. Если мы говорим о завешенной картинами стене, то там суффикс ан. А если мы говорим о завешенных окнах, закрытых куском какой-либо ткани, то тогда в этом случае образовано причастие от глагола завесить и будет, естественно, писаться суффикс ен. И такая же разница, обратите внимание, в словах обвешанная игрушками елка, обвешанный продавцом покупатель. И еще один случай. Замешанный в преступлении. В этом случае употребляется суффикс ан. А вот замешанное тесто употребляется суффикс ен. Надеюсь, это правило не было для вас очень сложным, потому что второе правило, о котором мы с вами будем говорить, оно, кажется, по сравнению с этим, еще проще и доступнее. Итак, самое простое правило в русском языке. Самое веселое, на мой взгляд, правило. Если мы проверяем гласную перед суффиксом в ше у причастия, то она оказывается равной точно такой же гласной перед ть. Давайте посмотрим, как это работает. Итак, если мы будем образовывать причастие, строивший от глагола строить, то перед в ше, конечно же, будет гласное и. Если мы будем образовывать от глагола таять, причастие, то перед суффиксом в ше будет гласное я. Если от глагола слышать, значит, будет а перед в ше. От глагола помнить – и. От глагола увидеть – е в слове увидевший. От глагола реять – реявший. А от глагола клеить – клеивший. Чем сложно это правило? Чем оно необычно? Потому что здесь может быть любая гласная. Но проверить эту гласную оказывается достаточно легко. Нужно просто поставить причастие, вернуть причастие в глагол и поставить глагол в неопределенную форму. А теперь более сложный момент, более сложное правило. Итак, как я рассуждаю? Как я буду рассуждать, когда встречаю суффиксы ащ, ящ, ущ, ющ или суффиксы ем, им. Вот перед нами образец рассуждения. Что писать в слове пилящий? Неясно слышать согласное в суффиксе. Что писать в слове гонящий? Тоже можно сомневаться. А что писать в слове полющий или полящий? Давайте попробуем разобраться. Это еще один способ проверки, это еще одно правило. Это еще одно условие выбора. Но суффиксы ащ, ящ, ущ, ущ нам подскажут, что мы должны применить только это правило, а не какое другое. Итак, слово пилящий образовано от глагола пилить. И этот глагол заканчивается на ить. Значит, сделаю я вывод, в этом случае мне нужно выбрать суффикс ящ. Пилящий. Слово гонящий образовано от глагола гнать. И, наверное, здесь должен был быть другой суффикс, но нужно что вспомнить? Ведь это же глагол исключения. Помните, мы говорили в самом начале, у них особая миссия, у них к ним особое отношение. Поэтому в глаголе, в причастии гонящий мы тоже выбираем суффикс ящ. Слово полящий образовано от глагола полоть. И вот этот глагол не заканчивается на ить, он заканчивается на оть. У него другая гласная. Соответственно, и выбор суффикса будет совершенно другой. В слове полящий мы выберем суффикс ющ. Так мы с вами рассуждаем, когда сталкиваемся с этой ситуацией. Что выбрать? Ащ, ящ, ущ, ющ или ем, им. А теперь сам алгоритм правила. Он тоже достаточно простой и состоит только из трех шагов. Итак, если вернуть в причастие в глагол, поставить глагол в неопределенную форму, то у нас есть три основных выбора. Если глагол заканчивается на ить, мы выбираем суффиксы ащ, ящ, им. Если это 11 знаменитых исключений, слышать, видеть и обидеть, гнать, держать, ненавидеть, и зависеть, и терпеть, и смотреть, дышать, вертеть, то тогда мы, естественно, выберем суффиксы ащ, ящ, им. А вот все остальное, в том случае, если глаголы заканчиваются, не наить, на что угодно, наоть, наедь, наать, то тогда мы, естественно, выберем суффиксы ущ, ющ или ем. Да, и не забудьте, здесь тоже есть исключения, но их всего лишь два. Это глаголы брить и стелить. Попробуем потренироваться. Небольшой тренинг. В слове любящий что мы напишем? Ащ, ящ или ущ, ющ? Любящий, любящий. Опять сомневаемся. Попробуем вернуть в глагол. Любить. Конечно же, глагол заканчивается наить, значит, выбор в этом случае будет однозначным. Любящий. Слово тащущий. Опять не может нам подсказать, что же написать. Попробуем вернуть это слово в глагол. Тащить. И здесь, естественно, сомнения отпадают. Тащащий, хотя звучит, согласитесь, это слово немножечко странно. Колящий. И вновь мы сомневаемся. Колящий, или колющий. Давайте попробуем вернуть в глагол. Колоть. И у нас отпадают сомнения. Естественно, здесь будет только суффикс ющ. Грохочущий. Снова непонятно. Снова сомневаемся. Грохочущий образовано от глагола грохотать. Значит, здесь точно суффикс ущ. Грохочущий. Дышащий. Вот здесь главное не сделать ошибку и сразу вспомнить, что глава дышащий, видящий, ненавидящий, они образованы от глаголов исключений. И у них, естественно, будут только суффиксы либо ащ, либо ящ. Дышащий, видящий, ненавидящий. И слово стелющий. Это снова загадка. Это снова подвох небольшой. Помните, что глагол стелить является глаголом исключением. А значит, в этом случае здесь будет выбран только суффикс ющ. Стелющий. Итак, если вы сейчас без труда сможете определить, что ставится в словах, какой суффикс пишется в словах, клеенный, клеивший, клеящий, клеимый. И если вы никогда не будете путаться, что именно написать, какой именно суффикс написать в этих словах, то вы можете себя поздравить и сказать, что вы замечательно усвоили правила. Поэтому удачи вам в сдаче экзаменов. И до новых встреч. Уважаемые одиннадцатиклассники, мы начинаем сегодня с вами цикл уроков, посвященных русскому языку. Ни для кого не секрет, что самыми сложными и в сдаче экзаменов на ЕГЭ, и в тот момент, когда вы пишете сочинение, изложение или любую другую творческую работу, самым сложным оказывается – это расставить знаки припинания. Действительно, пунктационные нормы, они достаточно сложны. Но это только на первый взгляд. Если мы с вами будем точно знать и точно разберемся в том, где нас поджидают ловушки, опасности, то тогда мы сможем безбоязненно ставить запятые, тире, двоеточие и будем уверены в том, что сделали все абсолютно правильно. Итак, сегодняшний урок посвящен пунктационным нормам и называется он «Сковарство союза И». Встречается союз И достаточно часто. Вы активно используете его не только в устной разговорной речи, но и в письменной речи. Давайте попробуем разобраться, в каких случаях перед союзом И нужно ставить запятую, а в каких случаях не нужно. И, кстати, таким образом мы сможем хорошо подготовиться к решению задания ЕГЭ номер 16. Самое первое и важное условие, умение, которое вам пригодится – это различать однородные члены предложения и сложное предложение, сложносочиненное, части которого, два простых предложения, связаны союзом И. Нам поможет сейчас небольшая забавная картинка. Итак, если у вас есть две собаки, то вы равно любите и одну, и вторую. Это очень нам напоминает однородные члены предложения. Да, действительно, если однородные члены предложения соединены с союзом И, одиночным, то мы не поставим запятую. Обратите внимание на вторую картинку. А вот если в вашем доме живут и кошка, и собака, подумаем, представим, что это два простых предложения, и, естественно, они существуют под одной крышей, то есть в составе одного сложного предложения, вот тогда между ними и возникает некий конфликт. Союзы, которые их соединяют, этот конфликт не решает, и мы обязаны поставить запятую между частями сложного предложения. Итак, что нам нужно запомнить в обязательном порядке, что нам нужно помнить, и как нам нужно разобраться в том, когда ставить перед союзом И запятую, а когда не ставить. Это будет небольшой перечень обязательных условий, и если вы разберетесь в этом, то тогда действительно у вас не будет пунктационных ошибок. Правило первое. Если однородные члены предложения связываются одиночным союзом, и он один-единственный, то, безусловно, запятая между ними не ставится. Вот пример. У меня есть два брата и три сестры. Два брата и три сестры – это однородные члены предложения. Отвечают на один и тот же вопрос, являются одним и тем же членом предложения, соответственно, запятая не ставится. А вот пример сложного предложения, сложносочиненного предложения. Союз И связывает простые предложения в составе сложного сочиненного, и тогда запятая ставится. Ставится всегда. Но нужно оговориться. Вот слово «всегда» вас иногда может подвести. Давайте я обращу ваше внимание на слово «всегда», а потом, чуть позже, мы поговорим о том, что, наверное, не всегда ставится запятая перед союзом и в сложном предложении. Пример. Началась весна, и все дороги размыло. Алгоритм работы со сложным предложением очень простой. Если вы увидели сигнал «союз», а это опознавательный признак пунктограммы «союз И», то нужно сделать следующее. Нужно обязательно найти грамматическую основу. У нас в этом предложении две грамматические основы. Первая основа – весна началась, весна подлежащая, началась сказуемая. И вторая грамматическая основа – здесь нет подлежащего, есть только сказуемое, «размыло». Но это два полновесных простых предложения, соединенных с союзом И, и запятая в этом случае должна стоять обязательно. Давайте определим, где в этом случае у нас есть сложное предложение, части которого соединены с союзом И, а где однородные члены предложения соединены с союзом И. Над землей колючий снег и веселая метель. Союз И соединяет два слова – снег и метель. Конечно же, это однородные члены предложения. Мы не можем в этом предложении выделить две грамматические основы, поэтому при одиночном союзе и запятая ставиться не будет. «Холодно, и за весь май черемуха не успела отсвести». Мы снова видим союз И, и возникает вопрос, что же соединяет союз И? Давайте посмотрим на это предложение. Есть ли в этом предложении грамматические основы? Да, говорим мы, их две грамматические основы. Первая – «холодно». Это односоставное предложение. Здесь есть только сказуемое. Вторая – грамматическая основа. «Черемуха не успела отсвести». Итак, если есть две грамматические основы, смело ставьте запятую перед союзом И. Третий пример. «Еще цветут орехи, их золотые сережки, и сейчас дымятся от прикосновения птичек». Здесь два союза И. И мы можем говорить о том, что очень часто в предложении возникает несколько рядов однородных членов предложения. А может быть ситуация, когда есть и однородные члены предложения, и само предложение представляет из себя сложносочиненное, то есть сложное предложение. Давайте разбираться. Итак, первый союз И. Посмотрим на первую часть предложения. «Орехи, что делают, цветут». Итак, перед нами грамматическая основа. После первого союза И мы пытаемся найти снова грамматическую основу. Сережки дымятся. У нас две грамматические основы, поэтому перед первым союзом И смело ставим запятую. Но остается вопрос, а что же соединяет союз И после слова «сережки». И мы должны сказать о том, что он действительно ничего не соединяет. Здесь союз И использован в качестве усиления. Не однородные члены предложения и не части сложного предложения. Поэтому никакой запятой мы в данном случае не поставим. Четвертое предложение. «Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным». Я думаю, что вы без труда найдете здесь две грамматические основы. «Он пел, и во второй части слово веяло». Снова нам встретилось во второй части односоставное предложение. Смело ставьте запятую. И последнее предложение. «Едет с грамоты гонец и приехал наконец». Я думаю, что с этим предложением вы справитесь блестяще, потому что союз И соединяет два однородных члена предложения, два сказуемых. «Едет и приехал». Никакой запятой в данном случае мы, естественно, не поставим. Но это еще не все. Это, наверное, самые легкие, самые простые способы, как различить, что соединяет одиночный союз И. Два однородных члена предложения или два простых предложения в составе сложного. Давайте перейдем к более сложным случаям. Помни о том, что действительно союз И – союз коварный и непростой и требует особого внимания. Союз И может повторяться. И в этом случае он соединяет однородные члены предложения. Прочитаем правило. Если однородные члены предложения связываются повторяющимся союзом, и запятая между ними ставится всегда. При этом запятая ставится перед вторым из повторяющихся союзов. Вот пример. В магазине мы купили хлеб и колбасу, и масло, и картофель. Здесь у нас ряд однородных членов предложения. Все они соединены между собой союзом И. Он повторяется. И, естественно, после каждого однородного члена предложения мы обязаны с вами поставить запятую и не потерять в этом случае ни одной запятой. Если вы пропустили хотя бы одну из этих запятых, большому сожалению придется констатировать, что вы допустили пунктационную ошибку. А теперь внимание. Здесь есть еще один подводный камень, о котором вам не нужно споткнуться, о нем нужно помнить. Оказывается, если повторяющийся союз входит в состав смыслового единства, то есть или в состав фразеологических цельных сочетаний, то запятая не будет ставиться. Вот такое есть условие в русском языке. Что в этом случае лучше сделать? Конечно же, эти фразеологизмы лучше запомнить, лучше их заучить, лучше знать их, как говорится, в лицо. Что это за выражение? И братья, и сестры, и родители, и дети, и млад, и стар, и тело, и душа, и стихи, и проза, и дни, и ночи, и ножи, и вилки, и другие. И смех, и горе, и так, и эдак, и туда, и сюда. Постарайтесь запомнить эти сочетания и не допустить в них ошибки. Еще раз повторю, еще раз настаиваю. Запятая между однородными членами предложения в этом случае не ставится. А вот теперь те ловушки, которые поджидают вас на ЕГЭ. Будьте бдительны и внимательны. Ловушка номер один. Перед нами сложно сочиненное предложение. В нем есть две грамматические основы, которые соединены союзом И. Но обратите внимание, запятая здесь не ставится. Почему задаем мы вопрос? Оказывается, обе части сложного предложения имеют общий второстепенный член предложения. И вы, думаю, без труда его найдете. Посмотрите в начало предложения. Утром в лесу просыпаются птицы и выходят на охоту дикие звери. Если мы подставим обстоятельства утром и ко второй части простого предложения. Утром в лесу просыпаются птицы и утром выходят на охоту дикие звери. То тогда он будет равно относиться и к первой, и ко второй части. А значит, в этом случае запятую мы перед союзом их ставить не будем. Ловушка номер два. Если перед нами два вопросительных, назывных, побудительных или восклицательных предложения, то тоже запятая в этом случае не ставится. Вот пример. Кто вы и откуда приехали? Вы можете придумать по такому образцу любые предложения, чтобы убедиться. Действительно, запятая в этом случае не нужна. Ловушка номер три. Это более сложный случай, когда два простых предложения, соединенных с союзом мы, имеют общее предаточное предложение. Что это значит? Это значит, что к нему можно задать вопрос и от первого простого предложения, и от второго простого предложения. То есть это общее предаточное предложение равно подчиняется и первому, и второму предложению. Давайте посмотрим, как это работает. Пока Дед Мороз спасал Снегурочку, волк и леса украли с елки огоньки, и праздник опять оказался под угрозой. Итак, где же у нас здесь две грамматические основы? Вот они. Волк и леса украли, и праздник оказался. Но к этому предложению и к первому, и ко второму равно относится предаточное предложение, которое начинается с союза пока, и союз пока является для нас опознавательным признаком. Волк и леса украли с елки огоньки, пока Дед Мороз спасал Снегурочку. Вот как на самом деле может звучать предложение. И второй вариант. Праздник опять оказался под угрозой, пока Дед Мороз спасал Снегурочку. То есть предаточное предложение по смыслу соотносится и с первым простым, и со вторым простым предложением. И запятую в данном случае перед союзом «и» мы не поставим. Четвертая ловушка. Итак, если два простых предложения имеют вводное слово, которое тоже равно можно подставить и к первому, и ко второму предложению, по словам страницы Феклуши, люди в этой стране с песями, головами и огненного змея для скорости стали запрягать. Я думаю, что вы без труда нашли грамматические основы. Люди, есть пропущен глагол связка с песями, головами, и второе, змея стали запрягать. Так вот к этим двум простым предложениям естественно можно отнести вводное словосочетание. Все эти ужасы известны стали по словам страницы Феклуши. И обратите внимание, перед союзом «и» снова не стоит запятая. И небольшой тренинг. Обратите внимание, здесь знаки препинания расставлены, поэтому вам нужно провести самопроверку. То есть убедиться, что ваше представление, ваше мнение о том, ставить или не ставить знак препинания в запятую перед союзом «и» совпадает с тем, что есть на слайде, с тем, что вы видите. «Я счастлив и молод». Это однородные члены предложения. Запятая между ними. Не ставится. Они соединены одиночным союзом «и». В ворота входили новые толпы и въезжали запоздалые телеги. Здесь две грамматические основы. Но при этом есть общий второстепенный член предложения. Вот он находится в начале предложения, в ворота. «Ветер утих, и дождь перестал, когда мы были уже в пути». Я думаю, что вы в этом случае понимаете, что предложение, когда мы были уже в пути, это то предаточное предложение, которое равно по смыслу можно отнести и к первой, и ко второй части. И запятую мы, естественно, не поставим. «Он испытывал и жару, и холод, и буря». Здесь легко союз и повторяется, поэтому после каждого однородного члена предложения мы поставим запятую. И последнее. «К счастью, все ушли, и неприятный разговор прекратился». Слово «к счастью» является вводным по своей сути, а значит, запятая перед союзом «и» между двумя простыми предложениями, естественно, не ставится. Обратите внимание, что это задание взято из заданий ЕГЭ, так называемое задание номер 16. Если сейчас вы сможете расставить все знаки припинания легко, и союз и вас не испугает, значит, для вас эта тема оказалась понятной, пройденной и усвоенной. Давайте попробуем. «Тащить слоненка было тяжело и как-то бессмысленно, и ураган бык бросил его на островке посреди океана». Что соединяет первый союз «и»? Естественно, он соединяет однородные члены предложения. «Тащить было тяжело и бессмысленно», поэтому запятую в первом случае мы не поставим. А вот во втором случае союз «и» соединяет два простых предложения, и мы находим две грамматические основы. Поэтому перед вторым союзом «и» запятая обязательно. Давайте рассмотрим следующее предложение. Пока все шло довольно успешно, и учитель даже начал сомневаться в обоснованности своих прежних сомнений. Что соединяет союз «и»? Мы легко находим две грамматические основы. Все шло успешно, учитель начал сомневаться. Поэтому смело ставьте запятую перед союзом «и», и вы не ошибетесь. «Охотников-то нектар тьма тьмущая, и шмели, и оси, и мухи всякие». Я думаю, что с этим предложением вы тоже справитесь легко, потому что повторяющийся союз «и» соединяет три однородных члена предложения, а значит, мы поставим здесь две запятые. Четвертое предложение. Я запутался в поводках, упал, и они разбежались. Вот здесь встретился тот случай, который мы не оговаривали. У нас есть однородные члены предложения. Запутался, упал, но они не соединены никаким союзом. Но мы помним из предыдущих с вами тем, что запятая между ними обязательно. А вот союз «и», конечно же, соединяет две грамматические основы, поэтому перед ним мы запятую поставим обязательно. И последнее предложение. Мальчики и девочки вместе посещали утренники и уроки. Согласитесь, что последний случай нам встречался совсем недавно. Мы говорили о том, что в этих предложениях может быть несколько рядов однородных членов предложения, а в этом случае, сколько бы у нас не встречалось союза «и», мы ни разу не поставим запятую. Давайте вернемся к заданию. Итак, задание на ЕГЭ просит, чтобы мы указали два предложения, в которых нужно поставить всего лишь одну запятую. А мы с вами встретились с ситуацией, когда мы можем поставить и две, а иногда даже три запятые. Для того, чтобы ответ сошелся, для того, чтобы ответ был правильным, просмотрите, пожалуйста, еще раз все предложения. И я думаю, что ваш ответ совпадет с моим. Итак, нам подходит в данном случае первое и второе предложения. Если вы с этой работой справились успешно, то тогда действительно вам не страшны никакие испытания на ЕГЭ. Удачи на ЕГЭ! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!